Здравствуйте, на связи Максим Ширко. Спасибо, что выбираете тильду. И у меня сегодня отличные новости. Мы запустили личные кабинеты. Новый инструмент для работы с вашими пользователями. Теперь вы можете создавать страницы, закрытые от посетителей до момента регистрации на вашем сайте. Возможность создавать личные кабинеты бесплатно. Давайте посмотрим, как настроить личный кабинет. Перейдите в настройки сайта во вкладку «Личный кабинет». Далее мы нажимаем на управление пользователями, и перед нами открывается доступ к настройкам личного кабинета. Сразу же мы попадаем на страницу «Все пользователи». Есть несколько способов добавить пользователей. К примеру, сделать это вручную, добавив его данные. Этот способ подходит, если доступ будет предоставлен нескольким людям имейлы, которых вы знаете. Добавляем имя и имейл. Пароль генерируется автоматически, однако мы можем убрать галочку и задать свой пароль. После того, как мы нажмем «Сохранить», имейл с логином, паролем и страницей входа в личный кабинет отправится вашему пользователю на указанный имейл автоматически. Еще один вариант. Если вы не знаете, кто будет регистрироваться на вашем сайте, это скопировать ссылку на регистрацию в личный кабинет и вставить ее на сайт, в рассылку или еще куда-нибудь. Также у нас есть ссылка для входа в личный кабинет. Это нужно для того, чтобы пользователи могли авторизироваться уже после регистрации, например, через несколько дней. Теперь перейдем к группам. Это второй шаг настройки личного кабинета. Для начала нам нужно дать название группе, создать группу, и перед нами открылась страница с возможностью работы с группой. Теперь мы можем добавить наших пользователей в эту группу. Это можно сделать при помощи переключателя, либо кликнув на пользователя. Также здесь мы можем исключить пользователя из группы, сделать учетную запись неактивной, посмотреть статистику, либо удалить пользователя. Следующий шаг – это добавление материалов, то есть страниц в нашу группу. Перейдем во вкладку «Страницы». Это обыкновенные страницы, предварительно созданные внутри тильды, со всем необходимым контентом. Обратите внимание, как только вы включили страницу в группу личного кабинета, она не будет доступна для всех пользователей, кроме тех, кто есть в группе. Готово! Наш личный кабинет настроен. Теперь я перейду на страницу логина, введу указанный имейл и пароль, который пришел мне в письме. Теперь я авторизирован на сайте, и могу посмотреть список доступных мне групп и страниц. Дополнительно я хочу показать вам несколько интересных настроек внутри личных кабинетов. Например, есть возможность настроить страницу регистрации. Перейдем в настройки личного кабинета. Тут есть возможность загрузить свой логотип, имейл, номер телефона, текст под формой регистрации, кастомизировать кнопку открытия профиля, которую видит пользователь после входа в кабинет, а также изменить фон страницы регистрации и авторизации. Это может быть как изображение, так и цветной фон. Следующая особенность – это регистрация через собственную форму. В настройках личного кабинета проверим, чтобы стояла галочка напротив «Разрешить регистрацию через форму». Теперь вернемся к настройкам сайта и перейдем во вкладку «Формы». И в самом низу найдем личный кабинет. Сохраним. И теперь к любой форме на нашем сайте мы можем привязать регистрацию в личный кабинет. Необходимо только поле «Имейл», на которое придет ссылка в личный кабинет и уникальный пароль. Далее вернемся в личные кабинеты и посмотрим, какие есть настройки внутри группы. Перейдем в созданную группу и в правом верхнем углу кликнем на настройки группы. У нас есть возможность добавить страницу, которая открывается после входа в личный кабинет. По умолчанию это просто список всех доступных групп и страниц. Однако это может быть любая другая страница, которую вы создадите сами и добавите к группе. Я выберу присоединенную к группе страницу и теперь по умолчанию после входа в личный кабинет будет отображаться она, а не список всех доступных страниц и групп. По умолчанию после регистрации администратор должен подтвердить принадлежность пользователя к группе. Но здесь же мы можем настроить автоматическое добавление пользователя в группу. Отметив галочкой, если вы предоставляете платный контент, можно указать ожидаемый платеж при автоматическом вступлении. Дополнительно, кроме регистрации в личный кабинет, мы можем дать возможность зарегистрироваться сразу в конкретную группу. Для этого нам нужно скопировать ссылку для регистрации в эту группу. Теперь от теории давайте перейдем и посмотрим на некоторые кейсы применения личных кабинетов. К примеру, страница для ваших клиентов. Некая студия делает сайт для жилого комплекса А1. В личном кабинете заказчики могут следить за всем процессом. Также они могут скачать документы, которые имеют отношение к созданию сайта, посмотреть другие данные, узнать о сроках разработки, либо, например, написать менеджеру студии в случае, если возникли вопросы. Это очень удобно. Если заказчик вводит нового человека, ответственного за создание сайта, у него сразу же все под рукой. Еще один кейс – личный кабинет для ваших партнеров. Тут вы можете выкладывать индивидуальные прайсы, наличие товаров на складе, статусы заказов, общие прайс-листы, будущие акции и все что угодно. Дополнительно вы можете информировать про все новости вашей компании. Конечно же, с таким личным кабинетом вы можете строить дилерскую сеть гораздо эффективнее. Или вот, например, страница участника конференции. После регистрации в личном кабинете участнику доступны все видеозаписи и все презентации выступлений. Также могут быть и более сложные кейсы использования личных кабинетов, например, для ведения целого онлайн-курса. Разберем на примере. Главная страница, доступная после регистрации, представляет из себя оглавление всех страниц. И они, в свою очередь, делятся на уроки и прямые эфиры. У каждого урока есть видеоблоки и домашние задания. Также пользователи могут отметить, когда урок пройден, или в комментариях к конкретному уроку задать любые вопросы, которые их интересуют. Прямые эфиры построены по такой же схеме. Все общение происходит во время стрима прямо внутри личного кабинета, в комментариях. А с левой стороны мы смотрим прямой эфир. Очень рекомендую подумать вам, а как вы можете применять личные кабинеты на тильде в своих проектах. Спасибо за внимание, друзья. И большое спасибо, что выбираете тильду.